МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Цифры и факты. Актуальные вопросы благоустройства в районах обсудили в режиме видеоконференции. Литературный подарок в национальной библиотеке состоялся творческий вечер поэта Владимира Ежова. Вопреки всему, в Чубаксарах проходят всероссийские соревнования среди атлетов с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты утверждают, из года в год причины возникновения пожаров не меняются. Сжигание сухой травы по весне, уничтожение мусора без соблюдения технологии. Такую информацию озвучил министр Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. О необходимых мерах пожарной безопасности говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. На ликвидацию весенних пожаров уйдет время. Природу быстро не восстановить. В этом году в Цивильском районе огонь почти вплотную подобрался к населенным пунктам. Возможная причина – пал сухой травы. Это один из примеров. В прошлом году количество таких случаев было практически в два раза больше, но в этом году последствия у нас совсем другие, потому что площадь, охваченная из-за травы, 540 гектаров. Это в 10 раз больше. Другая основная причина – сжигание отходов. Крупногабаритный мусор, срубленные ветки и кустарники не вывозят на полигоны, а утилизируют на месте. С начала года произошло 950 пожаров, в которых погибло 40 человек. Государственная политика обозначена на народовозборожение, на стимулирование рождаемости. Миллиарды рублей, десятки, триллионы выделяются на уровне Российской Федерации для того, чтобы улучшать демографическую ситуацию. Понимаете, безответственность людей приводит в отдельных случаях к гибели самих людей. Надо профилактическими мероприятиями лучше заниматься, чтобы, по крайней мере, во втором полугодии людей мы не потеряли. Свою роль здесь должны сыграть и общественные комиссии, задачей которых и станет разъяснительная работа. Благоустройство, вывоз мусора, ремонт дорог – эти и другие темы обсудили в режиме видеоконференции члены Кабинета министров, главы муниципалитетов. На связи была вся республика. Большой праздник – весомый повод убраться в доме. К столетию автономии благоустроены должны быть все населенные пункты. Большой объем работ предстоит выполнить и дорожникам республики. В 2019 году запланировано строительство и реконструкция более 33 километров. Ремонт, в том числе и капитальный – почти 178 километров автомобильных дорог. Кроме того, в муниципалитетах продолжается работа по обустройству контейнерных площадок. На сегодня необходимо обустроить 5189 мест накопления. 3451 место накопления обустраивается в рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах. Здесь надо отметить, что основная часть – это средства республиканского бюджета. 1738 мест накопления обустраивается за счет средств местных бюджетов. По состоянию на 12.07.2019 года завершено обустройство 1883 места накопления. В Козловском, Красноармейском, Шумерлинском районах в Канаше контейнерные площадки почти все готовы. Отстают от графика в Чебоксарском, Янтиковском, Аликовском и некоторых других районах. Цивильский и Красноармейский стали пилотными по раздельному сбору мусора. Там появились современные контейнеры. Жители осваивают науку сортировки отходов. Это в конечном итоге выгодно всем – как самим жителям, так и региональному оператору. Разделенные отходы будут вывезены на досортировку, на сортировочный комплекс управления отходами. Там досортируются и уже пойдут в реализацию. Соглашение подписано с управлением отходами о том, что эти отходы, сухие, будут приняты бесплатно. Соответственно, мы моделируем, что уменьшение затрат на размещение должно повлиять на тариф в меньшую сторону. Участники совещания обсудили и вопрос погашения задолженности запотребленный природный газ. По сравнению с этим же периодом прошлого года она уменьшилась почти на 17,5%. Более 72% – задолженность компании «Коммунальные технологии». К началу отопительного сезона необходимо максимально снизить имеющуюся задолженность. Такую задачу поставил глава муниципалитетов Михаил Игнатьев. Каких выпускников хотят видеть у себя работодатели и в каком направлении развиваться учебным заведением, чтобы готовить конкурентоспособных специалистов? Этот вопрос обсуждали сегодня за круглым столом директора предприятий и представителей научного сообщества. Выпускники хотят найти работу по специальности директора предприятия, получить квалифицированных сотрудников, руководителей учебных заведений, повысить рейтинг вуза. По сути, звенья одной цепи. И решение тоже одно – в практике ориентированное обучение, когда студенты решают реальные практические задачи на примере конкретного предприятия и втягиваются в работу по специальности как можно раньше. Тот опыт, который я имею, говорит о том, что без участия самих работодателей в учебном процессе достичь вот этой динамики довольно трудно, потому что вузу сложно зачастую следовать в русле тех изменений технологических, например, на том широком фронте, по которым готовит вуз специалистов. Чтобы вырастить себе кадры, работодатели готовы не только брать на практику и предоставлять для обучения оборудование. Готов даже доплачивать студентам в течение двух лет какую-то минимальную стипензию, допустим, 5-10 тысяч, в зависимости от его способностей. Если он устраивается, отрабатывает три года, пожалуйста, все аннулируется. Если не устраивается к нам, попрошу вернуть деньги. Из пожеланий работодателей вузам вести дисциплину о повышении производительности труда. Педагоги обещали рассмотреть такую возможность, даже если придется ломать выстроенные учебные планы. Я благодарен работодателям, что вы всегда инициативу проявляете, соответственно, несмотря на свою занятость. У меня пожелание одно, несмотря на трудности двигаться. И те решения, которые мы должны принимать на уровне органов власти, мы всегда принимали и будем принимать. Также сегодня состоялось вручение дипломов выпускникам. Ольга Пырочкина, Бахтиер Велиев, Республика. На 80-м году жизни скончался бывший министр строительства Чувашии Владимир Филатов. 15 лет он был председателем госстроя Чувашской АССР, а следующие 16 – министром строительства. Заслуженный архитектор СФСР, заслуженный строитель Чувашии, лауреат премии Совета министров СССР Владимир Филатов спроектировал второй микрорайон северо-западного района в Чебоксарах. Микрорайон южного жилого района в Новочебоксарске – дом юстиции, высотные 18-этажные дома в северо-западном и новоюжном районах столицы. Он был архитектором монумента матери-покровительницы. В заволжском поселке Сосновка, что входит в черту Чебоксара, провели реконструкцию уличного освещения. Там заработали 36 новых светильников. За последние пять лет их количество увеличилось в четыре раза. Сдвинулся с мертвой точки и вопрос газификации с подробностями Ольга Алексеева. Было 74, стало более 300. В результате реализации программы электрификации в Заволжье стало светло. Проблем с освещением больше нет у жителей Первомайска, поселка Октябрьский, гостей санатория Чувашия. Для освещения Сосновки в этом году из бюджета столицы выделили 1 миллион 300 тысяч рублей. Обновили светильники, заменили старые опоры на улицах Поселковой, Биржевой и по Школьному переулку. У нас стал освещаться школьный стадион. И ребята в вечернее время уже могут более дольше находиться здесь. И в целях безопасности, конечно, весь двор как на ладони освещается вечером. Я надеюсь, что больше будет детей заниматься вместе с родителями, вместе с детишками. У нас замечательный школьный двор, тренажеры. Тут детская площадка, спортивная площадка. Как заверили в администрации Заволжья, после завершения работ на улицах Левобережная и Лесопильная, Сосновка будет освещена на 100%. Вечером гуляет уже светло. Потому что раньше такого освещения вообще не было. Как говорится, эти фонарные столбы в редких местах были. А сейчас очень хорошо освещение, хорошо работает. Всегда вовремя включают, выключают. Самый больной вопрос для жителей Заволжья – отсутствие газа в домах. Все нам обещают газ. Вот в следующем году, в следующем году, в следующем. С 84-го года, это уже сколько прошло? В прошлом году я вот зиму отапливал дровами. Дрова сейчас очень дорогие. И тем более это же надо все время возле печки кочегарить. Ну, на этот год собираюсь взять угля. Ну, сейчас мы топим дровами. Вот, хотелось бы иметь газ, конечно. Мы, жители Заволжья, ждем очень вашего газа, да. Хотелось бы побыстрее этот процесс, как бы, реализовать. Магистральный газопровод должен подойти к поселку уже в следующем году. Касаемо газификации. На данный момент разработано ПСД на все поселки. Проекты статусметной документации. Проекты планировки территории, проекты межевания прошли публичное слушание. Сейчас проводятся археологические изыскания. Вот, это обязательный этап. 26 июля работы должны быть завершены. И только после заключения экспертов можно будет приступить к следующему этапу. В первую очередь модернизации подвергнутся котельные. Ольга Алексеева, Валерий Резюков, Республика. Почти 17 тысяч человек официально трудоустроены. Таков итог полномерной работы столичной администрации по снижению неформальной занятости. За полгода межведомственные мобильные рабочие группы провели почти тысячу рейдов. В зоне особого внимания рынки, частные магазины, фирмы, где проще всего работать без трудового контракта. Так работодатели уклоняются от налогов. В результате выявлено более 4 тысяч работников официально нетрудоустроенных. В 2019 году провели 61 совместное заседание комиссии, где заслушиваются работодатели, выплачивающие низкую заработную плату, имеющие задолженность по налогам и страховым взносам, по заработной плате, имеющие признаки неформальной занятости, подрядчики и субподрядчики по муниципальным контрактам, должники по арендной плате за землю и муниципальные имущества. Перечень объектов, где возможна неформальная занятость, растет, а это значит, что рейды продолжатся. Легальное трудоустройство будет способствовать росту налоговой базы. Обратный отсчет начинается. 5 недель до начала празднования юбилея столицы Чувашии. Жители и гостей Чебоксар в день города ожидают праздничная программа, расписанная на неделю с 18 по 25 августа. Кульминация праздника назначена на 24 августа, сменится и место проведения. Главная сцена перенесется на певческое поле. Подробности рассказали на организационном комитете в мэрии. Здравствуйте! Дай пять в честь 550-летия. Оргкомитет праздничный, атмосфера соответствующая. Таких волонтеров в скором времени можно будет встретить на улицах города, веселых, доброжелательных и в брендовой одежде. Тут представлен вид на город с Волги. Мы можем увидеть речной порт, парк Победы и как раз таки прилетающие над нашим городом стрижи. Когда я ее увидела, она мне сразу безумно понравилась, честно говоря, потому что, несмотря на то, что она черная, она выглядит очень достаточно красиво. И вот эта золотистая окантовка как раз таки наоборот создает праздничное впечатление. Кроме футболок, к официальной сувенирной продукции добавились статуэтка матери-покровительницы, статуэтка Чапаева, утенок-чебоксарик, резиновые детские мячи. Их будут вручать участникам городских конкурсов. На десерт кондитерские предприятия готовят лимитированные серии сладостей. Торты, шоколадные плитки, пряники. Мы участвуем в разных мероприятиях, оказание какой-то спонсорской помощи финансовой. Конечно, мы тоже хотим использовать имя Чебоксара, имя юбилея города и делаем логотипы на своей продукции. Сама столица тоже преобразилась. Праздничные флаги, скульптурные композиции. На предпраздничной неделе расписан буквально каждый день театральное искусство, музыка, спорт, кульминация 24 августа. Причем главная сцена в этом году разместится на певческом поле. Мы меняем площадку. Уже это запоминается. Уже десятки лет мы проводили на Красной площади. В этом году мы будем проводить на певческом поле. С одной стороны, есть сожаление, но с другой стороны, это радость и гордость. Потому что мы выиграли конкурс среди 60 субъектов Российской Федерации. В сложнейшей борьбе мы получили около 2 миллиардов рублей. И именно в этот юбилейный год мы начинаем реконструкцию. Утро 24 августа начнется бодро на московской набережной с зарядки со звездой. Состоится фестиваль водных видов спорта, дефиле и яхт. Гостей ждет традиционный творческий бульвар. Парад техники на этот раз возглавит ретро-троллейбус. И к нам вновь прилетит пилотажная группа «Стрижи». Вечером на Пеевческом поле зрителей ждет кульминация праздника. Театрализованное представление «Чебоксары. Город твоих побед». Чебоксарцы смогут побывать в старом городе и увидеть, как строится Кремль. Посмотреть, как берегу причаливает Екатерина Великая. Встретиться с легендарным комдивом Василием Чапаевым. Совершим первый полет с Андрианом Николаевым. Переживем грозные годы Великой Отечественной войны. Расскажем о современных достижениях города. Вечером для чебоксарцев споет победитель проекта «Голос Петра Захаров», а финальным аккордом станет концерт хора турецкого и фейерверк. Мы не говорим, что программа закрыта. Предлагайте, а мы поможем реализовать любые инициативы, любые предложения. Вообще, чебоксарцев по максимуму привлекают к участию в праздничных мероприятиях. Дважды собирали лектории на Волге. Идет конкурс на гимн к юбилею. Людям, уже внесшим вклад в развитие города, вручают памятные медали. Работаешь, работаешь все время. И не думаешь о наградах. Когда любишь свое дело, это, ну, просто... У меня слов нет, я очень благодарна. Хочется после этого, конечно, еще больше работать, трудиться на благо города Чебоксары. Ну, своими песнями, танцами мы будем прославлять всегда свой родной город Чебоксары. Юбилей столицы, несомненно, станет еще одной вехой в летописи города. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Профессор математики МГУ, поэт Владимир Ежов, редкий гость в Чебоксарах. Но приезжая по случаю, он всегда привозит с собой литературные подарки. Его очередной творческий вечер прошел в Национальной библиотеке. Как в родительский дом, я сюда приезжаю нечасто. Так случилось давно далеко, я отсюда живу. Где бы я ни бродил, только здесь ощущаю причастность. Причастность к событиям большим и маленьким для поэта повод для вдохновения. В столицу республики он приезжает, чтобы встретиться с друзьями. Они у него спортсмены, да и сам Владимир увлекается спортом. Данная встреча особенная, потому что это год 550-летия Чебоксар. И я совершенно случайно, находясь в Лондоне, 17 июня, узнал о том, что в Чебоксарах объявлен конкурс на создание гимна 550-летию города. И вот, узнав об этом 17 июня, вот наша команда, с автором которой я являюсь, вот в составе Владимира Мельника, это чебоксарский житель и вице-президент Федерации бокса Чувашии, вот меня и композитора Павла Аксенова из Москвы, вот мы взялись за это создание, и вот я его привез с собой. «Приезжайте в Чебоксары», так назвал свой гимн автор. Процесс создания был увлекателем и весьма сложным. Очень помог ему писатель Михаил Юхма, выступив в качестве консультанта. Всего было написано 12 вариантов, а выбран только один. Для меня встреча с Михаилом Николаевичем Юхмой – это всегда событие в жизни. Вот эти встречи незабываемые, и вот прежние встречи, они, ну можно сказать, послужили основой создания вот этого гимна. Много о чем мы говорили с Михаилом Николаевичем, мы говорили долго, так сказать, это были исторические вопросы, это были вопросы этнографические, это были вопросы творчества, вот они как-то сложились в какие-то слова, звуки, строчки, которые вошли вот в этот гимн. Как заметил сам Владимир Ежов, научная деятельность не мешает его творчеству. Любимая работа, поэзия – это и есть его жизнь. Наш город юный и очень старый, со всей России, из дальних стран. Кристина Чекминева, Бахтияр Велиев, Республика. Новости для кинолюбителей «Ночь кино» снова в нашем городе. По результатам народного голосования, которое проводилось на сайте информагентства ТАСС, отобрали тройку лучших отечественных фильмов. Их показ состоится 24 августа во всех регионах России в рамках акции «Ночь кино». В этом году она приурочена ко Дню российского кино. Наибольшее количество голосов, а именно 8 тысяч, набрал военно-драматический боевик Андрея Волгина «Балканский рубеж». Премьера фильма состоялась 14 марта, а уже 21-го фильм был выпущен в широкий прокат. Второе и третье место заняли популярные российские комедии «Домовой» Евгения Бедарева и полицейские с Рублевки «Новогодний беспредел» Ильи Куликова. На четвертом месте оказалась военная драма «Т-34» с Александром Петровым в главной роли. На пятом драма «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым. Замыкает народный рейтинг анимационная лента «Гурвинник. Волшебная игра». Всего в голосовании участвовали 26 кинокартин. Чувашия примет юбилейный 100-й чемпионат России по легкой атлетике. Соревнования пройдут с 24 по 27 июля. О подготовке региона к предстоящему первенству в нашем материале. Более 600 лучших легкоатлетов страны определяют судьбу медалей на столичном стадионе «Олимпийский». В прыжках в высоту за высокий результат поборются действующая чемпионка мира и Европы Мария Лосоцкена и олимпийская чемпионка 2012 Анна Чичерова. В прыжках в шестом выступит действующая чемпионка Европы Анжелика Сидорова. У мужчин не менее звездный состав. Два топовых российских высотника Илья Иванюк и Михаила Акименко подтвердили свое участие в турнире. На чемпионате будут разыграны медали в 20 дисциплинах. Для обслуживания соревнований будет привлечено 140 спортивных судей. Из них 60 приезжих и 80 местных. Планируется привлечь 150 волонтеров. Из них 60 волонтеров, которые будут работать непосредственно в спортивном ядре. А также дополнительно привлекается 30 волонтеров-медиков. Подготовка к чемпионату России по легкой атлетике выходит на финишную прямую. На стадионе Олимпийский завершается строительство отдельного размещенного сектора для метания. Петент Лютев, Борис Андреев, Республика. В Чубоксарах на стадионе Олимпийский стартовали всероссийские соревнования среди атлетов с ограниченными возможностями здоровья. 500 спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, зрения и интеллектуальными нарушениями. Из 50 регионов страны в эти дни борются за медали в беге на короткие и длинные дистанции, прыжках в длину и высоту, метании диска, копья клаба и толкании ядра. Все, пошли с тобой, ровненько, ровненько, дыши, работай! В соревновании имеют ряд особенностей. Так, в беге незрячие используют паросвязку. Это специальная петля, которая соединяет бегуна и его волонтера. В финальном забеге на 100 метров первым финиширует один из самых титулованных спортсменов своей категории – чемпион мира и Паралимпийских игр Андрей Коптев. Рады, что нас не в первый раз встречают чебоксары. Большое за им это спасибо за хорошую организацию. Данные старты являются отборочными на чемпионат мира, который состоится в Дубае в ноябре. А уже по результатам в Объединенных Арабских Эмиратах будет укомплектовываться российская сборная для участия в Паралимпийских играх. Я в том году очень сильно травмировался. Были проблемы с коленом. Пришлось сделать даже операцию. Но вот после операции, ну как бы, восстанавливаюсь. И, как бы, можно сказать, это самый такой серьезный старт, первый после этого макия. В стартовый день золото в копилку сборной «Чувашия» внесла трехкратная паралимпийская чемпионка Лондона Елена Иванова. В своей квалификации она выиграла финальный забег на 100 метров. Также золото в метании диска взял представитель «Чувашия» Иван Скрынник. Ольга Пырочкина, Леса Русакова, Борис Андреев, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова